Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Последние шаги по итальянской земле Дальше я уже вступлю на землю швейцарскую Вот еще есть такая заковыка, что Италия открыта для туристов, а Швейцария закрыта Вот мне интересно, будут ли у меня проблемы в связи с этим Так, просто пизда, как далеко от 35-й путь Вот всегда надо заранее на вокзал приходить, а то хер дойдете Блять, не понял, 24-й путь, а дальше пути нет, а было написано на техтабло 35-й Блять, я походу на бабки попал, сука Тут 15-10 он мне на 15-10 продал Я то думал, у меня на 16-й я забыл, блять, не посмотрел Ой, пизда, товарищи, 70 евро все улетело нахер А почему? Потому что тут еще очередь была Типа, если час прошел после отправления билета, еще можно, ну, ченьш поменять? Прошло больше часа, все уже хер 16-15 я подошел, то есть уже час и 5 минут было после отправления поезда И все, и пизда сказали, все, не поменяйте вы никак этот билет, все, и он уже, с ним уже покончено Вот мне новые оформили, короче, сука 76 евро еще, и вот он до Тюриха, 17-10 теперь еду Вот теперь главное не проебать Очередят такие, блин Номер в очереди, я там нажимал, оно не печатается ни хрена Вот стоял в очередь живую, подхожу Говорю, типа там это, ноу-принт, не печатается талон-то Она говорит, нет, все равно возьмите этот номер дурацкий Я говорю, так он ноу-принт, ноу-воркинг, не печатает ваша эта машина Потом она тогда говорит, ладно, что у вас за вопрос Показал этот билет, все, обрисовал, она говорит, все, никак уже А если бы тут очередей вот этих не было, я бы еще билет успел бы сдать Вот и взять бы новый Но у меня вот этот, получается, эконом-класс, самый экономный Вот если бы я за 95 евро брал билет, он был бы сдаваемый А этот 70 евро, он только невозвратный получается Опоздал и все, и пизда Вперед нельзя никак опоздать на следующий Я тогда уставший был Пятерка похожа на шестерку А восьмерка похожа на девятку Я там особо-то не разглядывал, мне пофиг было Я не спавший, блин, с самолета, уставший Взял билеты и уже был уверен, что у меня все окейлрайт Оказалось, нифига, оказалось, он мне, блин, на час раньше продал, чем я его просил Ни хера не понимают, блин Как заранее-то особо и нету разницы, что я заранее тогда купил билет, что сейчас Одна и та же цена Один хрен Короче, вот она первая потеря в поездке Билет за 70, сука, 6 евро Это можно считать невозвратными потерями Но это лучшая потеря, чем когда я камеру проебал Так что вот по усталости после самолета можно так же проебать, как и по пьяни Ну и теперь, что у нас тут? 17-10 Пока ничего нету За эти бабки сколько этот билет стоит Можно было еще два дня жить на шканаре в Риме А что еще-то недорассказал, то они меня без номерка не хотели принимать А когда я собрал сплатить, они сказали, у них только карта, короче А чтобы кэшем заплатить, типа наличными, надо в другую кассу идти Там меня провели, показали, типа либо вот, говорят, либо вот это, либо это Типа вот все, вы первой очереди Как сложно у них тут все, сука, а? Вот когда стоишь, ты откуда знаешь, там по карте можно платить или нельзя Без карты, сука, тоже сложно Вот я в телеграме написал, какая ситуация произошла И написали, видите, пятница 13-ая хули Несчастливый день Вот оно у меня, и это случилось, блин Главное, чтобы дальше не продолжалось несчастливых ситуаций Раз сегодня пятница 13-ая, вроде больше ничего такого не происходило, плохого Та строчка, походу, блин, это не путь, а опоздание То есть там не было 35-го пути, там 35 минут это опоздание Сейчас вообще 50 написано Вот на Цюрих, вот этот на 16-10 опаздывает, получается, на 50 минут То есть я мог бы ехать и на нем, но тогда что бы я выиграл? Что на 17-10 я бы поехал, что на 16-10 все равно один хрен билет покупать и один хрен столько же денег стоит И походу он сейчас вот когда отправится, один хрен с опозданием Вот на мой прежний поезд на шестом пути посадка, на мой нынешний поезд Вообще пока не высветился путь, непонятно пока Хотя до отправления уже 14 минут Вот везде написано пути на каждый поезд, кроме Цюриха вот этого на 17-10 Он вообще без пути, без платформы Это реально пятница 13-ая, сейчас еще на этот поезд как-нибудь пройдется Который на 16-10, видите, на него все еще посадка идет, у него опоздание нарисовано Путь не появился, загорелась опоздание 10 минут Загорелся восьмой путь, теперь можно и не идти Вот восьмой путь, для Цюриха вот на таком поедут Смотрите, написано СББ, это значит швейцарский перевозчик А билеты от Рен-Италии почему-то Вагон 2, место 37 Идут 24, 25 вагон, это они что-то не в ту сторону идут Пятница 13-ая, вообще все, ничего не понятно Что ж такое, это 26-й вагон Ресторан А вон получается двухсекционы, там два поезда вместе сцеплены Вот 30-ый вагон Может быть дальше будет второй Как много ходить-то Я думал спокойненько доеду, с Рима до Милана, потом до Цюриха Какердам Вот такие сутокоприключения Так вот мне 37 здесь Опять у него окна досталось Так, ну вот поезд оказался швейцарский Я думал итальянский будет, потому что билеты от Рен-Италии Там на табло тоже Трен-Италии А так сам перевозчик это Швейцария уже Ну теперь доеду Главное, чтобы поезд не опаздывал сильно Потому что у меня там заселение до 22 часов Потом они уже вроде как не заселяют после 22 Надо успеть приехать, деньги поменять на франки И заселиться, дойти Меньше километра пешком можно Можно на трамвае Так вот Вот тут свободное у окошка есть мистерчика А то мне опять продали не у окна Поехал Сюрих Ну да Ну да Пятница 13 Я только после этого узнал, что пятница 13 Я тут думал, что такое все Что так сложно-то все Оказалось, пятница 13 сегодня Сейчас главное в Тюрихе еще Главное еще в Тюрихе у меня будет как сложность валюту поменять Главное, чтобы мне валюту поменяли, чтобы заселили меня Вот за что я переживаю А то можно и не поменять, и может быть и не заселить Тоже сложности А если поменяют и заселят, то я буду спокойно Ну блин, ну теперь-то я же разобрался как И вот теперь уже буду знать на следующий раз Что у них это опоздание показывает, а не путь И что вот как с билетом-то Что я думал, он меня понял, а он меня ни хрена не понял Оказывается, не туда продал А я говорю, я был в состоянии зомби Мне лишь бы там сказать окей И забрать билеты и пойти спать уже Тогда была такая мысль Ну цифры-то похожие ведь Что пятерка на шестерку похожие Что это Спасибо Спасибо Отправились из Милана Короче, я по старой схеме в окошечко сел На соседнее вот это вот мое место Если на вот это придут люди, то пересесть придется А так пока в окна поеду Тоже такой довольно-таки быстрый поезд Площадь тоже такой же скоростной, только швейцарский Как мне написали зрители, сегодня будем проезжать вот на этом поезде Самый длинный туннель Европы 54 километра Вот для сравнения самый длинный туннель России Северомуйский Он 15 километров А здесь 54 километра по туннелю Я просто не воображаю, как это так может быть Туннель 54 километра Но сегодня вот увидим Ну хоть о чем мы там увидим темноту Только просто будем очень-очень долго по туннелю ехать Получается Но если поезд 250 километров в час идет То надо не долго ехать У сидения есть такой кармашек Как в самолете кто-то газетку оставил почитать Столик откидной Вот даже такая вещь Ручка, не знаю зачем Розетки, наверное, тоже есть Там же А вот они, вот розеточка есть Две штуки Есть персональный свет Направленный Есть крючочки Есть вот такая шторочка Все по-богатому Богатый швейцарский поезд Там речь немецкую слышно Многие по-немецки уже говорят В том поезде большинство говорили по-итальянским И здесь многие по-немецки А, вот она, станция Еще одна Тоже в Милане Походу много где останавливаются И на любой могут подсесть место Козырное вот это занять Что-то не заняли Симаю Какие тут Попают совместные поезда Итальянские Станция Монзер В Швейцарии Такой проблемы с билетами не будет Потому что поезд единственный Там можно попутать только дату Время уже не попутаешь А вот здесь я дату досконально проверял Время на пофиг Костки Там Сима 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Началась Видите на этой ветке уже станции есть Небольшие промежуточные То есть эта ветка не только для таких скоростных поездов, но и для обычных тип электричек Здесь как по красоте горы начинаются Субтитры сделал DimaTorzok О, это же мы проезжаем видео, станция Кома называется Там по карте если посмотреть, там озеро Озеро Кома Здесь же это вилла у этого пропагандона У Соловьева Вот оно местечко-то, где он тусовался раньше Ну а сейчас что, досвистелся, все, ему это закрыли, все Теперь не приедет на свою виллу Вот здесь вот короче он и отдыхал, значит Видали в каких местах Вот у нее окрестности озера Кома Действительно красота Мне бы так жить Так что вот где обитают настоящие, так сказать, патриоты Где любят они отдыхать Так вот на В Европе-то На хату к Соловьеву приехали Кома Сан-Дживанья На хату к Соловьеву приехали На хату к Соловьеву В наху к Соловьеву Продолжение следует... Да, места знатные. Ну вот, проехав через туннель, мы пересекли границу и оказались в Швейцарии. Это новая страна для меня. Никогда здесь до этого не был. И вот, что я первый раз вижу, впервые попадая в Швейцарию. Видите, это кайф. А вот станция Комо, это была последняя станция в Италии. Вот станция первая в Швейцарии. Если бы были границы, то там была бы, и здесь была бы таможня. Если бы граница была такая реальная. А тут граница только так нарисованная, формальная. Поезд, видите, итальянский. Мы уже в Швейцарии. В Швейцарии прям очень богатая страна. Я смотрел, какие тут у них зарплаты офигевал просто. Но, однако, вот иностранцу здесь как-то остаться и получать такую зарплату, это нереально. Надо быть каким-то супер востребованным специалистом, чтобы такое получать. А так, получается, я сюда могу так приезжать и смотреть на богатую жизнь. Что я сейчас, собственно, и делаю. Но некоторые даже и приезжать сюда не могут. Вот хотел приехать, смог. Сейчас он сможет играть. Все красиво-то. Поехали. Все-таки вот я слышал такое, что Швейцария закрыта для туристов. И думал, вдруг тут какая-нибудь проверка будет на границе. Типа, кто куда едет, с какой целью. Ну, ничего, никакой проверки не было. Так что удалось нормально въехать в Швейцарию. По туристической визе Шенген рулит. Вот такая она Швейцария. Что-то я не понял юмора. У меня при въезде сейчас в Швейцарию пропал интернет мобильный. Он спрашивает, типа, включить роуминг или не включить. Я вроде как включил, но все равно не появляется. А эти мне в магазе говорили, что на все страны Европы действует. Не до вкурил я, не допонял юмора чё-то. На горы вообще какие, смотрите. Пятница, тринадцатая, еще интернета лишился. Надеюсь, он настроится. Охуеть, зрители, как красиво. Прямо вдоль кромки воды едем. И там какие виды простираются. Вот туда, в Швейцарии. Прикиньте, ночью это еще все. В этот вечер он как светится. Кваники вдалеке. Еще крутяк. Сейчас подключился к Wi-Fi местному. Ну, как бы свой вот этот местный номер итальянский ввел. Пришел на него код. Я этот код ввел, и получилось войти в Wi-Fi. Сейчас надо техподдержку Vodafone. И им написать, короче, типа, че за фигня, че у меня в Швейцарии не работает интернет. А здесь бы еще и скупнуться было бы неплохо. Реально выглядит как в каком-нибудь сне фантастическом. Солнце еще одно. Поезда такие местные ходят. Похоже, что начинается тот самый туннель, о котором я говорил, протяженностью 54 километра. Думаю, чтобы так ускорились. Ну и начался этот. Ну и посмотрим, надолго ли он. Там промелькивают, когда выходы запасные, видимо, ну, точнее аварийные. У меня чудо в этом туннеле интернет немного прорезался. Причем не Wi-Fi поездной Wi-Fi отключил. Но прорезался именно Vodafone интернет. Перезагрузил телефон, и он заработал в роуминге. Он пишет, что роуминг, потому что у него считается, ну, как домашняя страна Италия. А сейчас, получается, я как-то за границу поехал. Ну, я вам скажу, этот туннель не тянет на 54 километра. Так что, я думаю, это не он был. Он еще, значит, впереди тот самый длинный. Ну, видите, местные машины, скорая помощь, что ли. Оранжевая, яркая. КОНЕЦевая, яркая. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 карте питьевой фонтан не вот это показалось попробовать водичку это пить охота хотя чет тут мутинге видит плавают что-то не внушает доверия попью из другого фонтана больше выживания еще один фонтанчик здесь поменьше мультинок наверно отсюда и наберу бомж выживания цюрихе мажоры вон пьют какой-нибудь винишко там или коктейли а я в воду из фонтана испробуем чистенькая можно пить над по вкусу всегда чувствуется когда вода грязная когда чистенькая приморку тоже как родниковая и отхожу постоянно потею тяжело ходить столько воды уже этой выхлебал из фонтанов из всевозможных вот не было бы у меня этой бутылочки воды не было бы фонтанов бесплатных я востока евро на воду потратил суре тут при свечах хавают тут а флаги висят все культурно витрины сокровища всякие продают там вот ноги выставлены а мне вот сюда и прикольно за границей интересно так как в сказку попал закоулочки всякие переулочки вот это уже хостел хороший мне нравится вот видите тут одна кровать свободно другая уже не такие шканари как там администратор по-русски говорит страны снг он здесь у нас вид с окна и пищи такой по домофону типу из юрий бородин юрий бородин набирайте цифры там такой сразу обрадовался что по-русски вот видите розеточки сейчас буду тут видосы перекидывать и спать шпоночку застелила тут куча всего у меня заряжается там тоже главное завтра ничего тут не оставить чтобы потери еще не было и рукой чтоб ночью на кактус не напороться хотя он смотрите он вроде не колючий вот так у меня выглядит день когда решил все зарядить посчитаем розетки вот раз потом два телефон заряжается значит вот до телефон накопитель ноутбук там значит от камеры от гопро большую камеру я не заряжаю потому что и очень долго хватит тут вот два кома от гопро воткнут и два еще лежат любой автономности приходит конец надо заряжаться сейчас пойду гляну там завид и вам наверно покажу тоже вот это передает все что на гопру наснимал карт памяти забил надо освобождать вот с карты памяти все сюда передается вот это у меня хранилище всех видосов будущее потому да с большой камеры передавать еще надо мыться переодеваться в чистые планы на завтра составлять получать план обзора города смотреть очень много делов еще здесь кухня такая есть готовить можно вам наверно плохо видно но тут красотища действительно веранда открытая таком старом доме с низкими потолками поднимаешься по лестницам вот узкая улочка шпили какие-то и были вот такой чурик очень крутой город мне нравится реально здесь так уютно по-европейски подглядывать можно через окно потому люди делают там никого нету здесь вот диванчик в ночном видении все смотрите все с подушечками все культурненько красиво схожу я зрители за цибареткой лучше здесь таким вот люксовым видом чем где-нибудь там как бомж на платформе или около поезда кстати меня администратор тут успокоился дофон в швейцарии не работает в швейцарии она к еврозоне то и не относится особая такая страна в других странах он меня будет работать